Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас, короче, ремонтные работы в городе Майкоп. Опять у меня проблемы, короче, там по сварке. Сейчас вот сварщик варит. Тент ребята залатали, латают. Сейчас пойдем, покажем. Сварка тут вовсю происходит. Вот, видите, человек все обваривает. Полностью все приваривает. Еще вот там вот все приварит. В общем, парни занимаются тентом. Все делают, все паяют. Долго, ребята, оттягивал я этот момент с этим делом. Так что все-таки добрался. Все-таки пришлось все делать разом. Сейчас полностью и тент там сделаю, и сзади все переварят. Так что буду брать загрузки сейчас. Не бояться, что что-то у меня сломается. Вот, залатали крышу во всех местах. Здесь вот тоже с тентом, в принципе, все. Здесь все доделывают, доваривают. И, в принципе, почти все готово. Меняют пломбировочные крючки на тросу. Здесь тоже, видите, дырки все запаяли. Ребята, закончили, сделали вот эту люверсу у меня порвало. Даже, видите, поставили мне новые пломбировочные крючки. В общем, здесь все обварили. Здесь все обварили. Здесь все обварили. В общем, все готово. Здесь тоже новый у нас крючок. В общем, иду отдавать котлету денег, наверное. Дорогие, господа, оказывается, в Майкопе есть мойка самообслуживания для грузовиков. Помыл я мальчика. Пишем на YouTube и на все остальное. Правда, ну да, не отмыл как следует, но тоже приятно. За 200 рублей так слегонца я его помыл. Видите? Красотка. Красавец. Все. Едем, едем дальше. Майкопе, ребята. 200 рублей я помыл. Играет. Майкопе, ребята. итак господа всем здрасте я с бутылочкой потому что я еще до сих пор на югах температурка здесь 40 сегодня и сейчас вы просто кто-то наверное порадуется за меня кто-то скажет да нафиг это надо да то да все в общем мнение у людей могут расходиться но я так захотел мне так нравится и теперь смотрим по барабам барабанная дробь по барабам по вам теперь я паровозик вернее машина у меня паровозик до зацепил прицеп немецкий прицеп не помню его название синий правда прицеп ну естественное белого прицепа хрен найдешь и этот в общем мне подходит видите видите все готово дышло все тут в общем все чики-пуки пуки чики прицеп в общем теперь я паровозик еще раз неплохой прицеп вид сзади это не обзор ребята просто вид на адыгейских номерах так что если чё теперь узнавайте меня по адыгейским номерам да надо поменять вот эти под фарнички вот здесь вообще стекло разбито но все работает треугольнички новые поставить но это по пути ребята я еще как бы в краснодарском крае поэтому магазин здесь не нашел да и как бы особо делать его не знаю не знаю стоит ли не стоит поэтому так что ребята обзор если хотите обзор на этот прицеп на чудный прицеп пишите мне в комментариях и снимем обзор на этот чудный прицеп в общем сейчас у меня получается машина 620 прицеп 720 палетов как у фуры машина идет нормально с прицепом я проехал тут по адыгей по краснодарскому краю вроде идет она адекватно никуда ее не швыряет не болтает тяги хватает но правда прицеп еще пустой так что в этом видео мы немножко затестим будет у меня погрузочка сегодня вот будем грузиться помидорками так от солнца отойдем будем грузиться помидорками на москву на футсити и и в этом видео замерим расход солярки с прицепом без прицепа вы знаете 23 25 21 на пустой 23 25 нагруженный будем замерять прицепом сколько же она будет у нас пожирать солярки для вас кому интересно да кто хочет также зацепить прицеп как и я стоит ли его цеплять потянет ли машина вот это будет прям такое знаете не развлекательное наверное вот видео а более как вам сказать техническое с технической точки зрения как пойдет машина как сложно ли с ним будет ездить я правда еще назад не профи сдавать и парковаться поэтому буду учиться буду потихонечку все это приобретать так что вы смотрите наблюдайте кому интересно кто еще первый раз только зашел на канал смотрите наблюдайте видео выходят один-два раза в неделю как получится бывает сразу два выходит ролика поэтому когда есть интернет ребят когда есть интернет и время я обязательно выкладываю поэтому кому интересно подписывайся на канал чтобы не пропустить следующее видео вот этого чудного паровозика man f92 серии и прицеп немецкой фирмы в общем сейчас сейчас я нахожусь на стояночке вот ладожская станица у нас там вдалеке если вы видите есть мойка сейчас будем загонять машину я вчера еще помыл либо позавчера еще помыл чистенькая видите блестит прицеп еще никто его ни разу не мыл я в нем конечно прибрался натянулся и стяжки вы их увидите попозже колеса подкачал перекачал тому в общем как сделал как надо сейчас будут загонять на мойку будут мыть снаружи его и будут мыть его изнутри потому что прицеп долго ходил долго видите возил с видимо сухие смеси там типа как цемент и все такое ну как обычно знаете никто что там ничего не мыл а я возьму да и помою нет не впаду колес помоются рам помоется видите в общем не буду пока вам делать обзор может вам оно и не интересно правильно скажите нахер нужен нам твой прицеп ну это кому как а мне мне нужен ребята все так что загоняю на мойку моем и едем испытывать этот прицеп если тебе понравился это видео сразу поставь лайк поставь на паузу поставь лайк и смотри его дальше танк на прицеп и гоно мойки моется изнутри потом будет мыться снаружи там парилочка конкретная не будем мешать просто нормально да так полоскается конкретно конкретно как будет чистый так господа загрузились а мы на москву паровоз помидорок помидоры помидорище короче темнота и ничего не видно по 5 тонн 5 тонн у нас в прицепе 5 тонн в машине прицеп стоит уверенно сейчас все подходит даже через чур вот так вот и поедем впереди у нас путь в 1600 а в 1300 грубо говоря километров так что поехали вон они ребята теплицы те вон они сейчас снова будет видно огромные теплицы идет сзади у меня прицеп 5 тонн машине как на говорю 5 тонн прицепе в общем 10 тонн ну хотели загрузить больше но не загрузили у них максимум было это 10 тонн ну принципе того неплохо для проверки прицепа и машины с прицепом я думаю вот так 50 на 50 50 50 будет само то а там потом посмотрим сколько будем уже грузить и работать в общем ждите меня как говорится в москве погнал комбайн собирают урожай шиницу рожь что здесь пыль стоит столбом видите они днем и ночь но они в ночь наверно пашут уборка у них днем там слишком жарко под 40 давит а сейчас уже 30 снижается вот так вот краснодарские колхозники фермеры агрономы собирают сейчас урожай работают пейте время 9 час вечера на до москвы мне еще 300 едем потихоньку ребят работаем итак господа жара конечно капитальная в ростовской области сейчас я городе акса и вот хожу к трассе на пошел остановился документы отправлял с почты там погрузил вот приходится прохладными напитками только прохлаждаться иначе вообще можно сгореть под 40 давит жесть конечно в общем капец жара капитальная сейчас поедем поедем дальше я забыл сказать сейчас в акса и заезжал тут магазин китайских запчастей кроме промы тебе привет знаю смотришь тут канал мы в общем молодец рома напоил меня кофейком показал кстати где это почта ну и все принципе ромах еще раз тебе привет ребята выявляется короче все болячки с прицепом вся херня на улице 37 градусов температура моя вот она и обороты вот они я иду специально на больших оборотах чтобы больше продувался у нас радиатор и вот такая 90 у меня температура если все больше газу дам то машина пойдет в напряг и не даст продуву не будет продува такого хорошего радиатора и поэтому у меня стоит виска муфта не электро поэтому приходится ехать чуть-чуть вот таких оборотах в горочку сейчас конечно с горки я ее немного отпущу она немножко по расслабиться и будет нормально но в такую жару ребята в 40 почти до ездить как бы ну капец печально на самом деле ехать машина не едет и жарко греется в общем капец где я бы она у меня нагрелась вообще из-за того что меня на подъеме посадил камазик я слегка выезжу пруд слева никто не пропускает поэтому он не посадил я короче пошел в гору ну и очень нагрелась чуть чуть-чуть нагрелась машина сейчас вот и долго за 85 опять те же обороты но и потихонечку она начинает справлять если не подъем она сбавит до 85 а если будет опять вот как сейчас уклон подъем да ну как она сбавит она не будет добавлять естественно короче зачехлил вот эти вот краешки уголки тентов на прицепе и на машине чтобы помидоры продувались чтобы они там не брели не потели в 40 градусную жару в принципе я думаю что доедут они нормально вот так и будем ехать вечером конечно прохладнее будет час обед сейчас самый пекло будет да заеду в кафе покушаю кафе наверно заеду казачка здесь это должна быть как я прошла заезжал пообедаю там обгляжу машину еще раз со всех сторон прицеп ну и поеду наверно дальше потихонечку будем двигаться 1000 километров не осталось до этого в москвы до футсити поэтому думаю что завтра после обеда я уже буду там планирую быть так как получится не знаю так господа друзья мои на улице уже смеркается я до сих пор еду еду я по вороневской области осталось мне шестьсот шестьдесят семь километров до москву сити приобрела себе в дороге сегодня вот этот шикарный вентилятор короче не снимал когда покупал просто зашел купить подарил на прицеп и приглянулся мне этот вентилятор потому что на улице духота жара кондиционера у меня нету и взял я его короче модный двухскоростной какой-то и о главном расход на данный момент автомобиля ман гос номер 194 составляет с прицепом без прицепа допустим с пятью тоннами был бы расход 23 до грубо говоря ну максимум 25 это по горкам при полной там топки да сейчас с прицепом грузоподъемностью 10 11 грубо говоря тонн общей массы машины прицеп да вот это то наш именно вес груза составляет 32 33 но я округли его до 30 потому что где-то я перегазовывал сегодня жара духота стоял везде молотил как зимой потому что зимой расход и зачем мы не глушим двигатель а сегодня машина очень много молотила из-за того что была жара и глушить горячий двигатель просто небезопасно сами знаете почему вот поэтому я считаю где-то расход с десяткой будет у меня порядка 30 литров могут даже 29 составить говоря как я сейчас вот я еду 80 90 до если ехать там 75 80 я думаю будет экономичнее намного тем не менее этот расход нормальный я считаю для своего автомобиля до приемлемый гораздо поэтому поэтому он одобряется мною не знаю как вами он одобрится или нет но ничего с этим не поделать ездить мне придется теперь так с таким расходом так что все лечу вот уже 90 лечу на выгрузку китайцам китайские помидоры везу ничего кстати пробовал нормальные салат делал с майонезом потянет так 50 где-нибудь тормознусь еще салатика нарубаю нормальные помидоры не сказал бы я ничем не отличаются от магазин вот так вот поэтому выращенные в краснодаре не в китае тогда как вы сейчас не знаю там может кто-нибудь подумает китайские помидоры краснодарском крае выращенные напичканные до краснодарскими консервантами чем там еще их пичкает это соответственно до без этого никуда иначе бы они так бы не выросли они у меня видели зеленые вкусы и нарисов пока я до москвы доеду покраснеет там вот она ребята москва столица нашей родины большой нашей необъятной родины через один километр 500 метров съезд поверните направо а я сейчас поворачиваю это направо у меня там будет моя выгрузка как обычно сейчас пробку стану блин доехал в общем ребята доезжаю даже не совсем доехал нормально ну давайте итог тогда подведу чуть позже чуть чуть попозже пока пробочках постоим прочим мы заезжаем на фут сити прицепом рули тот человек вроде неплохо рулит я правда воздух на сцепление уже на тормозах ушел нормально а так короче припарковались поставили меня такой узком месте с этой с этой стороны у нас mercedes в общем все сейчас ребята там торгуют занимаются пойдем искать теперь прицеп куда где у нас прицеп остался вот-вот-вот ходим рядом почти рядом где-то где-то здесь у нас прицеп буквально недалеко вот он родименький остался здесь там тоже уже ребята расположились я поделал вот здесь короче уже идет торговля в общем все видели прицеп машину я короче отдыхать а нет пойду пообеду найду столовку и и пойду отдыхать наверное делать вам видосики стоять мне тут целых три дня три поэтому главное потом не потерять эту машину прицеп в общем все давайте давайте